Поражаюсь терпением Ксении, которая смогла протянуть с этим быдло Стасом целых 2 часа 14 минут. Я не думаю, что это будет этот вариант. Почувствовали себя коммунистом. Я бы не сказал, что я прям коммунист, я скорее марксист. То, что я смотрю через все события, происходящие в мире, через призму экономических отношений. То есть для меня не существует политики, для меня не существует науки. Ничего в отрыве от... Популярное суждение, кстати, смотреть через экономику на все, что происходит в мире. То есть если, как говорил великий классик, если звезды загораются, значит это кому-то нужно. В остальном же я не агитирую за социалистическую или коммунистическую революцию. Я просто рассуждаю о справедливости, о причинно-следственных связях. И все. Когда впервые, да не знаю, я был когда-то адептом Навального, топил за либеральные даже, говорил, вот, все. Помню, от педагога по ораторскому мастерству ушел с урока, потому что мы спорили, кто круче, типа, как оратор Навальный или Путин. Это когда было? Ну, это, наверное, год тоже там 17-18. У меня с годами плохо. У меня иногда за месяц происходит. И я могу спиздеть в этом плане. Вот. Поэтому не уверен на самом деле. Но, по-моему, что-то год 16-17, может быть, 18-й. Ну вот, топил за Навального сперва. Потому что я был большим поклонником еще Айн Рэнд, типа, свободный рынок, идею объективизма я очень пристально изучал. Я даже озвучил книги Айн Рэнд. Ну, у меня был период, когда я учился просто говорить нормально, потому что у меня голос был высокий. Я там пищал на один, на октаву выше говорил, чем мне положено. И я, типа, читал всякие книги. Потом понял, что это говно, которое не работает. Вот все эти идеи либерализма, что это хуйня полная, короче. Ну, подзалупный творожок. Ну, и после этого я... Подзалупный творожок? Я не хочу понимать, что это. Интересоваться другими идеями. Почитал того же Ингельса. Как вы поняли, что либеральная идея – это подзалупный творожок? Блять, новости читал, наверное. Ну, конкретно. Ну, вот, видите, вот вроде бы идет, 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 идет рассказ, да? Посмотрите, он раскрывается, раскрывается. Да дай ты ему высказаться. Ты же прекрасно понимаешь, что он сейчас вот этот вопрос, а как вы это поняли, что это плохо, что он сейчас опять начнет тебя грубить? Ты что хочешь? Ты будешь реально два часа смотреть, как он тебе будет, как он будет себя вести, или все-таки мы что-то узнаем? Причем, ну, хорошо, определение попроси, там, например, марксизма. Происходит, что, типа, бля, вот эта новость, не, ну, все, не знаю. Я начал просто интересоваться, ну, типа, ну, что вообще происходит в мире, как все это работает. Потом посмотрел, что демократия, не демократия. Почитал книгу, там, ну, разный почитал, допустим, опять же, Анти-Дюринг Энгельса, почитал злые самаритяне, южнокорейского экономиста, как он там, Джуин. Я, кстати, не читал эти книги. Короче, не помню, он объяснил, что политика либеральная, то бишь, открытая, она, собственно говоря, возможно, точнее, дает преференции, дает бонусы и позволяет развиваться только странам с уже развитым высокотехнологичным производством. А любая страна, которая не использует методы протекционизма, один хуй всегда будет в жопе плестись и будет догоняющей, потому что с нее будут тянуть ресурсы. Из этих ресурсов делать высокотехнологичные продукты и продавать им. История Кремниевы Долины интересовалась. Вот в детстве бизнес-книги читал, мечтал быть дохуя менеджером, там, читал, там, Акио Мари, Тулье Коку и прочее. А потом просто начал разбираться, как все это работает на самом деле. И оказалось, что, прежде всего, обустройство, создание успешного бизнеса... Ну, парень, кстати, с собой занимается, да. Ну, знаете, то, что вы ходите ораторское искусство, ставите голос, убираете этот вот писк. Это вот к разговору самое сложное, мне кажется. Работа над собой — это самое сложное. Это не создание крутого продукта. Потому что, ну, допустим, я же техноблогер, да, в компьютерных, в компьютерах заинтересовался, думаю, а почему вот винда такое говно, а мы все и пользуемся. Почему процессоры Intel на самом деле уперлись в технологический тупик, а мы все ими пользуемся? Посмотрел, о, оказывается, Intel взяли под госконтракт. Как вы думаете, Стас ответил на вопрос, как Стас стал марксистом? Нет. У нас какая цель? У нас цель — плохой, но ответ. Ну, хоть какой-то, но ответ. Нам выгоднее, в смысле, если это Ксюша, то ей выгодно плохой ответ, но ответ. А тут это странно. Я помню, когда, понимаете, если вам не нравится, какой вопрос вам и в какой подаче вам задают, можно так ответить этому человеку, чтобы он понял. А самое главное, мы же не с ним пытаемся договориться, а со зрителями, которые нас будут смотреть. Я не удивлюсь, если у Стаса позиция, да мне, что вы подумаете. Не удивлюсь, если и Ксюша уже личное что-то у нее пошло. Мне просто интересно, будут ли личные оскорбления. Почему-то, мне кажется, он уже дойдет до личного оскорбления. Я уверена. Но вот единственное, что... Давайте мы вот здесь перемотаем, потому что вот Китай и Россия. Давайте опять сравнительные образы. В странах с авторитарными режимами тоже по-разному происходит индустриализация. Ну, например, вот там Китай 20 лет назад тоже без своего производства, тоже страна как бы с только нарождающейся экономикой. И вот проходит 20 лет, и Китай производит сейчас все, все производство заменяемое, и даже мы в рамках санкций вот, собственно, выживаем на, в том числе, там, китайских аналогах. И Россия 20 лет назад, и как бы сейчас... Ксюша делает то же самое, что и он. Потому что невозможно говорить о ком-либо вот просто полном в отрезе от остального мира. Видите, она берет сейчас и Россия с Китаем сравнивает. Ну, это просто невозможно. Я, кстати, не считаю, что это плохо. Просто это невозможно. По какой причине я с трудом объяснила? ...вещей, связанных со сложной электроникой, так их как бы и не появилось. Вот это почему так наверняка у вас есть же объяснение? Да, конечно, а мне интересно, как вы это объясняете. Ну, я к вам приду на интервью в Соловьёв Live. Вы меня позовите, и вы меня спросите. Так, ну, я же у вас... Стас, дорогой, вот этот вот вариант, он не вариант. Перетаскивать вопрос на интервьюера не вариант. Когда вы не хотите отвечать на вопрос или же хотите больше знать от нападающего фактов, чтобы правильно ответить и засадить, говоря вашим языком, её, то это самое последнее, что нужно делать, это переводить вопрос на того, кто его задал. Я бы сделала так. Если мне очень хочется узнать, а что она думает, и чтобы её род произнёс фразу «мы отсталая страна», потому что вы же знаете, что он ещё боится, что она его выведет на какую-то фразу, где его ещё и смогут привлечь к уголовной ответственности, как это получилось у Моргенштерна, как это может получиться у любого человека. Сейчас все очень аккуратно со словами. Я тоже. Потому что вот мне как лингвисту непонятно. Тот же самый экстремизм, например, да, если мы возьмём вот эту жуткую статью, вы понимаете, что это всё вообще про лингвистику. И по факту, ну вот, кто мне вот приходит в виде экстремиста? Получается, Пушкин в Михайловске, его сослали же, не потому что он там, не потому что он что-то плохое сделал, а потому что писал. И писал не то, что очень нравилось, поэтому был сослан. И по идее мы можем назвать Пушкина, ну по нынешней вот этой вот теме экстремизма, с ней, конечно, надо разбираться много. Я даже пару книг купила, не дошла ещё. Потому что тут надо сейчас аккуратно следить, что говоришь. Ну, давайте так, когда у вас больше, чем 3000 подписчиков, вообще стоит аккуратно следить за тем, что говоришь. Но Ксюша уже не раз это делала, и я понимаю, что он ещё, может быть, боится, что он сейчас как-то так что-то скажет, и его вот это вытащит, ему там на первом канале скажут, Стас, ты вообще как? Ты нафига это сказал? Поэтому, наверное, он хочет обойти. И если вы этого боитесь, то лучше начать отвечать пошагово, с большими паузами, и не как, не охая, как Блиновская, но с паузами и смотреть за реакцией человека, который на вас, собственно, вам задал этот вопрос. И так как я не мыслю ничего в политических темах, я попробую в своём телеграм-канале вам написать о том, как можно ответить, не отвечая. И об этом вам скажут, конечно, ещё очень много других научных книг, и очень много интересных. Ещё заходите ко мне в телеграм, я там много чего советую. Я позвал, но не в Соловьёв Лайф, Ксения. Кстати, мне это важно, потому что я постоянно учусь. Кстати, напишите мне, что вы думаете про моё заключение с Пушкиной, вот эту тему экстремизма, да, как вот её можно... Ну, это же о речи, это же не о действиях, да? Вот. И я всегда учусь, и если я не права, сделайте ссылки, пожалуйста, на какие-то учебники, да, и я буду дальше тоже учиться, потому что, слушайте, здесь вообще не предел, а то, что я получила диплом специалиста в 2010 году, я всю свою жизнь буду учиться. Сейчас я, кстати, аспирант, поэтому только сейчас пошла. Напомню об обещаниях. Да это очень легко объяснить. Как минимум, внутренний рынок России сколько? 140 миллионов у нас населения? Ну, после СВО, конечно же, уже меньше будет. Демографический кризис ещё. Ладно, это манер, да. Вопросом отвечает, вопросом отвечает. Легко ответить. Понятно, здесь они не придут ни к чему. Давайте послушаем теперь вот этот вот интересный момент, который связан с... Мне всегда интересно, как заканчивается разговор, потому что, когда он будет заканчиваться, там всегда видно, ответил человек на вопрос или нет. Подвозим вот так вот к серединке. Смотрим. Ну, это надо вернуться тогда, во времена Второй мировой войны, разрушить СССР ещё тогда, чтобы мы проиграли и стали вассалами, ну, Америки. Ну, вассалами, секундочку. А почему нельзя самим что-то взять, придумать и создать? А кто эти технологии даст? Всё, они ушли в это, видите? Ну, уже видно, что нет контакта, никто не отвечает. Всё, ушли вот в эту полемику. Мы стратегический враг, геополитический. Ну, зачем им давать какой-нибудь России свои технологии собираться на их заводах, если эти русские возьмут и стырят технологии? А Южная Корея – это вассал Соединённых Штатов Америки. Это ещё после... Господи, как тяжело, наверное, жить, когда ты понимаешь, что у тебя есть какой-то враг. Вот мне кажется, что вообще слово само-то как давить должно. Я человек, который за хорошее ментальное здоровье в себя выступает, спокойствие. У меня у самой с этим проблемы. И самое важное, чтобы... Вот у меня, когда мамы ко мне обращаются, говорят, там, вот садик какой посоветую, школу начальную какой. Самое главное, чтобы помимо образования ваш ребёнок выстроил хорошее отношение в коммуникации. И если не будет нормальной коммуникации, нормального эмоционального фона, нормального хоть, да, всё угрожится на этим знаниям. Потому что проблемы, которые начнутся потом с психикой, они могут сейчас, особенно в нашем мире, перерасти в очень большие проблемы. Из-за этого я вот, знаете, о чём задумывалась? Ну вот, представляете, если вы живёте с пониманием врага. У тебя есть какой-то враг, потому что ты его не видишь? Ну, блин, есть над тобой. Это же как башка-то должна постоянно в таком стрессе пребывать. Зашла я как-то в ДГУ. В общем, такой скандал был, конечно, неприятный. Я больше не пойду в университет, пока там не сменят, наверное, ректора или что. Но это было так странно. У них там стояла такая ракета. Причём был зал, в котором была вся доблесть Дагестана. Это Расул Гамзат. Представляете, вот эти вот люди. Али Алиев, известный борец. То есть вот это всё показывает достояние. И раскопки, которые были, вот этих вот горянки, как одевали. Всё это так красиво, это музей сделано. И стоит, короче, в углу, я вам вру, это не ДГУ. Это сельскохозяйственный университет. Простите, пожалуйста, это не ДГУ. Просто это всё было в один день, и это были такие эмоции. Значит, и стоит, короче, сделанная из бумаги ракета, на которой написано «Наш ответ врагам». Ну, я, как человек, который занимается когнитивной лингвистикой, занималась и спросила «А хуй из враг, собственно?». Мне ответ не дали, но мне сказали так «А что, вы не знаете?». Знаете, вот как? Как можно так отвечать? Это на самом деле, на территории университетов, мы сейчас не прошёл, Ксюша Собчак, да? Мы не можем так общаться, когда это территория университета, это люди, которые занимаются наукой, прости господи. Когда мы отвечаем «А что, вы не знаете?». Я вам вопрос задала, потому что вы поставили это. И со стороны языка и сознания, вот это вот совмещение языка и сознание, нельзя это делать, потому что ребёнок и подросток и человек, которому до 21 года, а это уже и время университета, это давит на мозг. А потом, когда вы видите вот эти вот случаи неприятные, связанные со стрельбой и прочее, задумайтесь. Я не говорю, что конкретно это повлияло, но у всего есть причина всегда. И у любого бездействия есть всегда очень плохие последствия. И как бы я не занималась, ну, я понимаю, что это всего лишь мой голос, и там все хотели бы на это плевать, но ничего нет дороже будущего, как наши дети. Потому что будущее будет, если наши дети будут здоровые, в первую очередь, а потом уже умные. А тут у нас это коллеги, и не особо то и умные получатся, потому что если у тебя здоровье плохое, ты учиться не можешь. Займов всех этих в МВФ было и прочего, поэтому, конечно, они будут на подсосе, они их не боятся, они их, если что, возьмут и выпьют досухо. Ну, потому что у тебя есть друг, ты с другом можешь каким-то секретом поделиться, а со мной не можешь, вот и всё. Ну, с Китаем никто не делится секретами, они как-то их сами добывают, заключают такие контракты, что им оставляют определенные наработки. Это известный факт, они в том числе целая система, при которой они ослабляют какую-то налоговую систему и так далее, при условии, если частично какие-то технологии им оставляют и так далее. Ну, как бы... Видите, можно было спокойно перемотать. Понятно, как... Как-то они смогли это и делать. Ну, хорошо. Подожди, тогда почему в Китае... Ну, всё, хорошо. То есть, это, кстати, Дудь тоже так делает. Это вот этот вариант, когда тебе всё... Понят, понятно, дурак. Давай, дальше. На экзамене мне так делали. Когда я какую-нибудь чушь несу на языкознание, особенно я помню, я спутала двух лингвистов с Сосюрой и Потебню. И, короче, несу то, что надо было говорить про Сосюра, я несу про Потебню. Уверенно, со свет этим голосом, поставленным в хоре. Она мне говорит, Рамазанова, что вы несёте? А я поняла, что я чушь несу. Ну, я её несу. Она говорит, так, ладно, едем дальше. Это вот то же самое. Архитектура процессора. Они договорились одно время с АМД. Так, понятно. Давайте посмотрим, следующий вопрос. СВО, вы не поддерживаете... Вот я хочу спросить, почему? Вы же были на Донбассе, смотрели. И что, то, что вы увидели, и почему вы не поддерживаете после увиденного... Потому что это война, потому что это война, а война это категорически неправильно. Как это можно было разрешить по-другому, я, конечно же, не знаю. Ну, потому что, блин, люди, людей убивают, и с той, и с другой стороны это пиздец. Почему вы говорите СВО, и каждый раз, вот, больше всего, смотрю ваши выпуски, поражаюсь, каждый раз СВО за слово война могут посадить. Спустя 8 месяцев, до Ксении Анатольевны Собчак дошло, что могут не посадить, не могут посадить за просто использование слова война. Но она начала делать снизу по марку. Странно, это же... Ну, что странно. Послушайте, я делала всегда, и всегда подписывала, потому что ко мне большое, как мне кажется, внимание. У меня просмотров больше было, ничего не сделали. Уже, к сожалению, находятся... Он так кичит с количеством своих просмотров, он уже четвертый раз за 34 минуты говорит, у меня было больше просмотров, у меня было больше просмотров, больше просмотров, то хорошо. В местах не столь отдаленных. Мы знаем случаи, когда людей сажают за то, что они писали слово война, поэтому я, работая в России, не беру на себя такие риски. Вы не знаете таких случаев? Ни одного. Его нет просто. За слово война? За сам факт использования слова война. Может, он там еще, конечно, ВСУ задонатил и потом назвал войну войной. Московский депутат Горинов, по-моему, знаете такого? Нет. Ну, вот мы покажем его кейс, вот, например, человек. Его приговорили к 7 годам, по-моему, если я не ошибаюсь. За то, что он просто назвал войну войной? За то, что он назвал войну войной. Специальная военная операция? Да нет, ну, мне кажется, там хуйня какая-то, я не могу в это поверить. У нас, конечно, власть пиздец, но не настолько же они там с ума сошли. По-любому там еще какие-то были штуки. Ну, ладно, это не суть, не важно. Вот так же и на Ютубе про вас говорят. Там еще по-любому какие-то штуки были. Не просто же они сошли с ума. Ну, конечно, говорят и радуются, и что, ну, что теперь все говорят? Ну, хорошо, вы были на Донбассе. Что вы увидели? Донбасс. Перед нами бандеровцы. Позади нас гласовцы. Обычно я замечаю, что как сейчас происходит, человек едет на Донбасс, видит, там вот Артемий Лебедев. Я, с вашего позволения, перемотаю, потому что мне очень тяжело слушать про войну. Я думаю, я как преподаватель имею на это право. Вообще это ужасно, когда люди умирают. Давайте я перемотаю. Вот, мне интересно, как человек говорит о разнице между украинцами и русскими, потому что вот у меня вот правда, я каждый раз, вот я вижу, вот даже просто кадры каких-то военных действий, мне становится так страшно и не по себе. Ну, я человек с эмпатией, да. Я человек с эмпатией, я за то, чтобы дети, женщины, мужчины все жили. Так, что я говорила? Мне интересно, как они эту разницу вообще находят, потому что... Давайте, перед тем, как мы включим, я вам расскажу, как мне однажды на лекции по когнитивной лингвистике Ольга Камаловна сказала такую интересную фразу. Я родом из Дагестана, но в Дагестане никогда не жила. Я всю свою жизнь живу в Москве. Да, я там выезжала на полгода, год, но считайте, я москвичка. Я все время живу в Москве. На полгода, год по Европе. На территории Дагестана я никогда не находилась больше одного, двух месяцев, и то в детстве, и на лето, потому что надо было дышать этим воздухом морским, как любая мама отправляет своих детей. Ну, и... Ну, я думаю, вы меня поняли. И вопрос у нас заключался таким. Что такое национальность человека? Чем она обусоблена? И как взаимосвязаны культура и язык? Я думаю, что люди, думающие, поймут, что культура и язык это то, что стоит нераздельно друг с другом. Это то, что нельзя обсуждать друг без друга. Поэтому, например, когда мы с вами рассуждаем на тему языка, мы должны рассуждать о литературе. Когда вы говорите о богатстве языка или доказываете богатство языка, духовность языка, вы должны говорить о литературе, потому что литература это то, что показывает рост зарождения языка, рост языка и смерть языка. Получается, что если мы говорим о национальности, то что это? Должен ли быть язык? Мнение лингвистов не всех, но есть лингвисты, которые считают, что ваша национальность это язык, на котором вы говорите. То есть, смотрите, я не русская, во мне нет ни грамма славянской крови. Как я знаю, ее нет. Но по мнению этих лингвистов я должна называть себя русской, потому что мой первый язык и родной, единственный родной язык это русский язык. Я тоже склонна к этому мнению по той причине, что все описательные образы, которые у меня есть в голове, они основаны на русском языке. То есть, например, даже вот такой самый простой, такой обывательный, что все поняли такой пример, я приведу, смотрите, я говорю слово обожать и считаю это сверхбольше, чем любить. В русском языке это приравнивать к Богу. В английском языке глагол ador, например, который тоже имеет в латыни вот этот вот корень dor, это вот тоже Бог и схожесть, то есть есть, но его используют, показывая то, что вы любите, но до чего вы не можете дотянуться. Это подтекст такой. Ну, то есть, например, лучше своему мужу сказать I love you, нежели чем I do you. Как минимум по той причине, что муж рядом, муж здесь, и вы его любите. У них нет понятия, что обожать это больше, чем любить. обожать это что-то, что ты не можешь дотронуться, поэтому здесь есть тема вот Бога. А у нас, да, вот это то, что я, до чего не могу дотянуться. Мне даже британец, один из Масчетовского университета, дал такой аналог, это как бы не мои заключения, это я вот обеседовал на эту тему. Он мне сказал, вот есть Бейонсе, например, да, вот она поет, ты говоришь, вот я обожаю Бейонсе, вот это вот, вот это туда. Нет, не знаю, что нельзя сказать, я люблю Бейонсе, да, но вот показать, что она, вау, восхищение богиня, да, в русском этого нет. И вот так потихоньку, по разным образом складывается ваше миропонимание, оно идет через язык. И тут я надеюсь, что люди все-таки поймут, да, что русский и украинский язык относятся к одной семье, и это тоже важно в культурном моменте. И, наверное, мы так будем людей сравнивать, а сейчас я послушаю, что говорят они. Видит что-то там, что его потрясает. Я еще такую фразу добавлю, посмотрите, вот я сейчас это все говорю и боюсь, я реально переживаю и даже побаиваюсь, что я сейчас кого-то опять задену, что-то не то скажу, потому что, знаете, для меня очень чуткий момент национальности, потому что я не русская по национальности, вот, да, вот то, что по лицу я темненькая. Знаете, сколько я оскорблений слышала? Я вообще на самом деле ребенок, который, ну вот я даже вам приведу пример, мне, у меня в школе, так как у меня, там, какой-то был третий, кажется, это был класс, у меня росли волосы на руке, как у многих людей, но так как я темненькая, они были темного цвета. Да, сейчас я посещаю там эпиляцию и как бы все окей, но трехлетнему ребенку в 90-е вряд ли кто-то отправит на эпиляцию. Вот, и меня обзывали обезьяной, и высмеивали, и смеялись, но я единственное, врать вам не буду, я не ходила плакать, я плакала дома, когда мама мне не разрешала, она говорила, жарко, типа, надень нормальную майку, я пыталась вот натянуть вот так вот рука, у меня до сих пор есть эта привычка, можете мои видосы посмотреть, волос этих уже нет, а руки я до сих пор вот так натягиваю. Я помню, и у меня агрессия выходила, ну, там тоже есть свое объяснение, почему я агрессией реагировала на эти фразы, и я от того, что знаю, насколько чутка эта тема национальности, я презираю людей, которые оценивают друг друга по национальному происхождению, вот просто презираю всем сердцем, и не наряжу этих людей. Вращается, и после этого начинает поддерживать так называемую СВО. Нет, у меня такого не было. То есть вас ничего там не поразило? Нет, я имею в виду, что типа я поехал на Донбасс, и такой, Путин, СВО, нет, такого не было. Там было только то, что, ну, я увидел людские страдания, увидел, что война это ужасно, увидел, что нет разницы между украинцами и русскими, абсолютно никакой, абсолютно один народ, но по факту я туда ехал толком-то не... Один народ, это пропагандистская тема, когда они начинают говорить один народ, потому что сейчас это воспринимается как уст пропаганды. Кстати, слова, видите, тоже, язык, это же динамика, да, он как мы, он меняется, и вот один народ может когда-то было добрым, а сейчас это уже недоброе какое-то выражение для многих, да, и давайте посмотрим, как она ответит, но я думаю, что он здесь в тупик зайдет. Вот историю Евромайдана и прочее, это потом я уже вернулся и разобрался вплоть до чтения трудов того же самого Степана Бандеры, да, для того, что... Видите, его тоже это очень напрягает, потому что он каждый раз пытается ей объяснить через то, что я вообще читал, я читал, тут мне кажется, что это все-таки есть, видите, как он, у меня больше просмотров и я читала от этого сына ГИМО, это есть, что там за идеология и за что они так копят, а по факту, по факту, я просто наслушался на каких-то выпивающих, леденящих кровь историй, и мы с Дэном, там, с моим помощником идем, шатывание ситуации, дестабилизация России через Украину, так называемые прокси-войны, которые появились после появления ядерного оружия, когда напрямую уже как бы не сможешь конфликтовать, ну, они к ним приводят в любом случае капитализм, вот и все, вот, вот, собственно говоря, все, к чему я пришел. А американскому капитализму зачем нужна Украина? Ну, сколько они там миллиардов ленд-лизам отправляют, и, ну, как минимум... Чтобы сбывать деньги, для этого. Перераспределять деньги, сбывать, блядь, они что, дебилы, что ли, просто так кому-то что-то дарить? Ну, кредит, это выгодная система. За ленд-лиз в любом случае заплатит американский налогоплательщик, он уже заплатил... Украинцы и русские, это один народ. Да, дошли бы. А как вы это поняли? Ну, и просто шел, общался с людьми, не видел отличий. У вас, конечно, в интервью с Соболевым есть великолепный тезис, блядь, ну, там на Донбассе не позволят тебе правду рассказать, охуеть, я сел просто в поезд и поехал, вообще без какой-либо протекции, без каких-либо связей. Хотя мне потом, конечно, один человек знакомый сказал, говорит, ты долбоеб, что ли, блядь, туда вообще на вертолете типа люди летают. Ну, это ладно, никто там ничего не расскажет. Все расскажут. Я брал камеру, ходил, общался с людьми. И все. Нет, ну, давайте так, это вы общались с людьми на территории, как бы, России, правильно я понимаю? Которую контролируют Россию. Ну, Мариуполь, я через неделю или две после его освобождения был, в украинское СБУ я тоже писал. Так, в Донбассе, то есть территория, которая контролируется российской армией, и там вы поняли, что россияне и украинцы один народ. Так, да? Что, блядь, из пизды просто. Извините, извините. А что ты сейчас решил это сказать? Что ты, извиняюсь, ты до этого столько. Кстати, 38-я минута, и он переходит с ней на вы. Все, он уже, он уже теперь тоже хочет показать. Так, знаешь, давай-ка, теперь стратегию попросим. Я пообщался с людьми, мое субъективное ощущение между украинцем и русским я никаких отличий не вижу. Вот и все. Это все, что я хотел сказать. А какие вы должны видеть? Вот что еще? Форму черепа надо поменить. Мы не знаем. Ту мач с формой черепа. Стангенциркуль кто-нибудь из ваших либералов собой носит. У меня такого нет. Нет, ну если серьезно. Ну, это сейчас друг другу перекидывают название «Ты фашист, сам фашист?» Вот, Станислав, мне просто интересно, как вы это поняли? Станислав! Вот, да, вот. Как... Он уже пожалел, наверное, да, что это сказал? Общался с какими-то людьми, которые уже на территории, которая контролирует российские войска. Вы что, считаете, что они вам там будут, кричать «Слава Украине» и там «Да здравствуй, Степан Бандера?» Вы как себе это представляете? То есть это территория, где стоят вооруженные войска. Ты сама пытаешься у него понять, как один не один, что значит народ. Ну давайте-то, ну что это такое? Ну, Ксюш, ну вытащи ты из него эту информацию. Какой-то сплятинка ВД здесь, он у нас... ...который приезжает на эту территорию. Он аккредит... Я просто посмотрел на войну. Такие же... Донбасс, которые... Нет, во-первых, Донбасс теперь это Россия. Смотрите, я пытаюсь понять, всё-таки, Соловьёв Лайф, Донбасские дневники, вы как... На самом деле, как бы, разница... Реально, если разбираешь, что такой пропаганды, разницы вообще никакой нет. Ну, заходи... В каком виде, в каком тиджаке, с каким лицом, какими аллегориями вы будете пользоваться, когда будете доказывать свою точку зрения, не весь значение пропаганды, это пропаганда. На такую зону, такой прямо, ну, скажем так, вот, такого репортерства, журналистики... Я пытаюсь понять, какими фактами вы апеллируете. То есть, вот, кроме ощущения, я так думаю, и под залупой творожок, и все пи***цы либералы... Я не слышу сути вот этого суждения, я пытаюсь на него вас вывести. Сути какого-то? Что именно? Конкретно вопрос, я могу дать конкретный ответ. Вы же какой-то... Вот смотрите, например, русские и украинцы, вы говорите, один народ. Видите, мы всё, я могу спокойно перематывать. Я пытаюсь понять, как вы это поняли, кроме общей фразы, я поговорил с людьми, и мне так показалось. Ну, вот, есть какая-то у вас под этим аргументом база? Да, есть общепринятые вещи, условно говоря, так и принято считать, что мы один народ. Я сходил просто лишний раз в этом убедился, знаете... Сейчас так не отвечают на вопрос, общепринятые вещи, типа, это факт. Но общепринятые, вот, вот как вариант я предложила, да, как есть вот такое понимание. Кстати, это не точно, это одно из научных размышлений на эту тему. Это я вам так сейчас рассказала, что считается, вот, потому что мы знаем, что есть очень много украинцев, которые разговаривают на русском языке, да. И далее мы можем смотреть по семье, вот этой вот, в которой находятся, да, и группе, где находятся эти два языка. И там не только они, там есть ещё другие языки. А как это всё, вот, как это всё размышляется, и схожести. Но я не люблю, я просто не опущусь на разговоры лучше, хуже, похож, не похож, потому что это не разговор вот здесь у микрофона, это просто я не могу себе позволить этот разговор. Но Стас может, он не лингвист, он может даже просто уйти в сторону, блин, ну языка. Мне так показалось. Тогда не говори ничего, если показалось. Вот, с женой, дорогая, ты самая лучшая. Я сегодня в очередной раз в этом убедился, вот и всё. Я вас поняла. То есть это действительно какой-то подоплёк, я просто... Ксюша опять врубила моего педагога. Такая, условно говоря, я общаюсь с людьми, я не чувствую там разницы, что мы, блядь, сейчас меня в империалисты ещё запишут, я говорю, скажи, просто, короче, вот... Просто вы не почувствовали. Он на протяжении всего интервью боится, что вот это вот, вот как-то вот, чтобы его под какую-то статью не вписали. Блин, можно, конечно, понять после истории, да? И вот он сейчас меня вот сюда запишет, ну не ходи-то это никуда. Ну, Стас, ну вот правда, можно же спокойно взять, отвечать на вопрос, можно было вообще не идти к Ксюше. Не почувствовал разницы? Хочу тогда одну вашу цитату провести. Let's go. Вот ваше интервью по поводу того сейчас... Ну, мы ни ответ не получили. Так, я бы устроила 31-й год новопутинской элите. Так, хочу что-то личное, может, здесь либералы, господи Иисусе, уже миллион раз его спрашивали про YouTube, и мы всё равно продолжаем это спрашивать. О, немножко как Стас вдохновляется. Можете привести пример журналиста, который бы вас, в отличие от Парфёнова, вдохновлял? Ричард Рид, например. А кого-то из... А Борис Соболев, великолепный, конечно, я прям... Плюсую. А кто-то из, вот, скажем так, актуально действующего ещё пространства журналистского в России? Ну, ещё, ещё. Ещё из актуального действующего? Да не знаю, блин. Боюсь, кого-то забыть, но, наверное, никто. Вообще никто. Да не, ну а чё, журналистика, это, по сути, та же самая херня, что и видеоблогерство. К блогерам в последнее время больше уважения, чем к журналистам. Журналисты, они существуют на деньги либо государства, либо бизнеса, и отрабатывают их заказы. А на деньги рекламы, кажется, журналисты не могут существовать. Макбук, блин, живёт своей жизнью. Странная вообще машина. Интересно, конечно, у него... Он обобщает очень много. И я уверена, что он не всегда так делает. Я уверена, что если бы его бы спокойно разговорили, он бы нам побольше бы рассказал без обобщения. Когда человек обобщает, ну, видите, как он сразу журналист или так, или так, блогер. Вот это ещё можно послушать. Видите, кто такой решет. Вот как мне там говорили, это типа чёрно-белый, видишь. Мне, кстати, писали, что ты, типа, где-то как-то вот на стаса и как просто... Я всё думаю, блин, вы что, с ума сошли, что ли? Я вообще не об этом. А потом я поняла. Я думаю, что кто это пишет, вы, типа, видите, что вот достаточно... Так вот так и точка. Вот не нравится, и всё. Это плохо. Вот это вот серое не вижу, вижу чёрное-белое. Есть во мне это, да. Максимализмом юношеским не назовёте. Мне уже 35 лет. Вряд ли это можно уже под это подвести. Ну, а мне так жить проще и удобнее, и моё мировоззрение так. Есть хорошо, есть плохо. Но не везде, конечно, так. Ну, просто вот когда я говорю про образование, вот когда я говорю про это слово «враг», когда, да, там вот, когда на голову, так сказать. Слушай, я очень-очень переживаю за образование. Для меня, кстати, патриотизм – это забота и любовь к детям, которые живут в твоей стране и как бы в сфере образования. Вот патриотизм – это когда ты развиваешь образовательно. Для меня, для меня. Вы же не все тут должны быть педагогами, да? И людьми, которые научные работы пишут, там, статьи какие-то нет. Вот просто для меня, в моём мире это так. Я имею на это право, имею на это право. Поэтому, когда вы там мне задаёте всякие вопросы интересные, такие в блоге, вы тоже вот странные, конечно, люди. Я понимаю, что… Ну, вот хочется, да, вот вывести там в каждой, наверное, там, хейтерше живёт немножко Собчак, которая хочет вывести тебя на какую-то фразу. Хотя вы всё прекрасно сами понимаете. Ну, хотелось бы, конечно, слышать… Хочется посмотреть интервью и задуматься. А тут я вам сейчас в конце скажу, что я уже думаю. Могут. Только они потом не смогут плохо про этот бренд сказать, например. Ну, если это бренд, условно, шампунь против перхоти, а что про него плохо говорить? То есть, как бы, чему он мешает, какому… Ну и что, да, на деньги… Хорошо, допустим, он существует на деньги рекламодателю. «Ой, блядь, такой контент, я вот, слушайте, вот в такой я не пойду, в это я не пойду». Рекламодатели будут диктовать. Они будут вам диктовать тот контент, в котором они готовы выпускаться или нет. И вам придётся подстраиваться. Это правда. Одни в пророссийскую повестку не пойдут, другие, наоборот, в либеральную. Ну да. А третий, наоборот, вон, Авиасейлс будут Дудя спонсировать. Четвёртый, даже у Камикадзе Ди будут рекламироваться. Конечно, будут диктовать постоянно, так что всё. Нет, подождите, ну здесь скорее не диктовать, это обратная связь. То есть, к тебе идут те рекламодатели, которые ассоциируются с твоей позицией, кто хочет тебя поддерживать. Ну, то есть, либо одни, либо другие, либо третьи. Именно поэтому большинство будет соответствовать. Нет, большинство будет пытаться соответствовать, чтобы было побольше рекламодателей. И чтобы они были более витарными. Если бы все пытались соответствовать тому, чтобы было побольше рекламодателей, сегодня, когда с российского рынка ушли все западные... Были бы одни, блядь, либералы у нас, так и есть. Наоборот, сейчас ушли западные бренды, все ушли из России, это факт. Сейчас для того, чтобы получать по вашей логике рекламу... Вы видите, об одном и том же. Там можно, правда, вот не будет ответов на вопрос. Так, сейчас я посмотрю ещё таймкоды. А можно мы послушаем у Блиновской и Гитлере? У Блиновской на корпоративе ни за какие бабки выступать не стал. В чем? Так, ну, это же здесь нет какой-то. А знаешь, в чем? Здесь какой-то моральная тема. Погодите. Это мы перемотаем, друзья. Блядь, блядь, я им это показал, они такие... Блядь, ему не можно... Всё, факт цензуры на российском ТВ доказан. Вставлять как... Навального нельзя. Кстати, нельзя говорить, что будет в России после Путина, и как... Навального. Вот у России две запрещенных темы. Блядь, всё, вот так вот разоблачили. Эксклюзив. Я это видео пришлю, если посмотришь, что вы помните. Нет, а я просто пытаюсь понять. А тебе правда кажется, что это смешно? Пиздец смешно, конечно, блядь. Самая смешная хуйня в моей жизни просто. А можешь объяснить, а что конкретно тебе вот в этом кажется смешным? Ну, то, что Навальный шьёт униформу военную в зоне своего для служащих. Это, блядь, иронично. Ну, ещё люблю тему Навального. Навальный... Он неискренне сейчас смеётся. Он сейчас... Вот это... Блин, они его что на... Час пятьдесят восемь. Просто странно, Стас, ты говоришь там, да, вот, смерть плохо, это плохо, потом резко ржёшь над какой-то темой. Короче, какая-то... Вот это, кстати, хороший вопрос. Вы считаете, что это смешно? Да, это очень иронично. Я, кстати, не... Мне, кстати, не нравится Навальный, чтобы вы просто понимали, да. И на этом как бы всё. Я не буду дальше объяснять, почему. Но меня совершенно не привлекает. Но ржать, надо... Это странно. Нет, ну, послушай, мне просто кажется, что там можно не любить Навального. Я знаю очень много людей, которые его там могут и критиковать, и не любить, и рассуждать. Типа примерно... Сколько там на земле сейчас людей? Восемь миллиардов? А не критикую, потому что плохо очень разбираюсь в политике. Но просто, ну, у тебя нет ощущения, что когда человек сидит в тюрьме в тяжёлых условиях, но есть какой-то всё-таки уровень даже для людей, которые... И вот сейчас мы переходим в моральные темы. Я думаю, вот здесь, наверное, Стас раскрывается, типа, это ты мне будешь говорить. Залупный творожок, но он как-то... Ой, Ксения Анатольевна Собчак начинает моралфажествовать. Вот знаешь, в чём есть... Вот где у меня ограничения? Я бы у Блиновской на корпоративе ни за какие бабки выступать не стал. В чём? Видите, как идёт построение. Очень проигрышная позиция, Стас. Нельзя уходить, что ты меня обвиняешь, что я смеюсь над мучениями человека в тюрьме. Ну, это как даже, знаете, ну, считается, что если вы, например, взяли там... Даже мне так вот говорят, типа, я там выскажусь, там, педофилов бы, я бы там то-то, то-то, какие-то плохие фразы, там, говорю в их сторону. Найдутся люди, которые скажут, Сар, нельзя, это, вот, например, верующие люди скажут, это Божье всё-таки то же творение. Вот всё его там, он больной, его поместили, там, определённые процедуры провели и всё, да. И вот она сейчас пытается к морали его призвать, ну, что ж ты смеёшься, это не смешно, то есть, да, вот, то, что, ну, вот это вот ужасное видео, на самом деле, это мерзко. Это мерзко, зачем ты пошёл, и зачем ты на это пошёл, Стас? Ну, это там, ладно, моё мнение. И дальше получается, что он говорит, это ты мне будешь говорить, а у нас что, Собчак, это территория морали, что ли, я не могу понять? У тебя своя должна быть мораль. Просто скажи, в моём моральном кодексе это нормально. Едем дальше, Ксюша. Чё ты на неё перекладываешь? Вот если она скажет, а что ненормально в вашем моральном кодексе? Он скажет, ходите на день рождения к Блиновской. Ну, так, как-то вести беседу, чтобы себя держать. Не в смысле, чтобы всем угодить, а чтобы держать себя не как парень, который, а ты, а чё, пойдём сюда, а? Ага, и вот этот наигранный смех, у меня такое ощущение, что вот этот вот момент, что он опоздал, он его полностью дисбалансировал. Но я очень мало смотрела именно его личных видео. Я очень много, ой, очень много, что я говорю, я посмотрела интервью до этого, которое он давал. Ну, хоть, чтобы личность немножко понять. Образование было интересно, есть ли нет, как бы его становление, как он был до этого. Всё, даже есть всё такое общение. Ну, он тоже молодец, нафига ты его позвала, если ты это знала? Ну, хорошо, показать, что он, типа, дурень, а вот, посмотри, что работает на Первом канале. Но в итоге, если он всегда такой, его люди останутся с ним. Ну, потому что она губит огромное количество жизни. Люди, блядь, раком у неё, от рака у неё лечится. А ты её, получается, он сам не лечится. Лечится ли она и беременность там делает, и от рака люди, и есть случаи, да, есть случаи. Беременность, марафон про беременность, она как раз запустила через два месяца после нашего интервью. Что нужно сделать, чтобы Собчак начала оправдывать Блиновскую? Просто позвать того, кого она ещё, вот там, типа, не довела до определённой статьи или ещё? Блин, это так классно. Я теперь слушаю, как она оправдывает Блиновскую. Я полностью поддерживаю Стаса в плане Блиновской, потому что, да, материнский марафон не запустился. Но вот, но то, что она это говорила даже, уже в рекламе разогреве, подогреве, перегреве, хотя, чтобы вы все грелись, блин, в одном моём котле. Когда даёте людям, у которых, которые вот находятся вот перед смертью, у кого близкие умирают, эти, мы говорим, тварь вы, вы просто достойны самого большого вообще наказания в аду. Это особенные уроды, которые готовы лишь бы, вот, какой-нибудь наивному, даже девочке наивной, или, не дай бог, матери, у которой ребёнок умирает от этой жуткой болезни, продавать лишь бы свою наживу получить, потому что это бизнес, детка, фу! Мне прям... На момент, когда мы с Ваней Ургантом вели у неё мероприятие, у неё был только вот этот марафон желаний с шариками в небо. Ну да, не было, блядь, снятого, совместно с Министерством культуры, марафона желаний, про, блядь, пусть и пауэр, не было. Уважаемый, извини, кого, подожди, марафон желаний, он никого не губит, но это хуйня. Эти люди в неё верят, ну, как бы... Ну, и хуй с ними, да, ну и пусть. Нет, я просто, честно говоря, не вижу логики, а почему... У нас с собой разные грани морали, я считаю, что... То есть, это амораль, да? Вот, смотрите, у нас разные грани морали. Вот так можно было начать. А не сми, а не выставлять, понимаешь? А вот это запомнилось, Стас, у тебя очень яркая речь, у тебя очень чёткая вот эта позиция. Она потому что или чёрная, или белая. Ты лучше бы с этого... Вот давайте определим грани морали. Они у всех должны быть разные, не можем себе мыслить в одной грани. Выступать у человека... У Елены Блиновской, да, ещё потом и разъебать её ещё после этого. Это вдвойне аморально, моё уважение. Это почему вдвойне аморально? Потому что твое интервью — это разъёб. Ну, разъёб. Почему нельзя разъёбывать того, у кого ты выступил? Это что, я же не продавала свою лояльность. Потому что там ты и клевать, что она самая лучшая. Ты продавала... Ты как Блиновская, блядь, лучший человек на свете. Я видел... Я правильно понимаю? У тебя ощущение, что если ты где-то выступил, это ты поклялся в преданность? Нет, у меня ощущение, что есть... А вот теперь... Класс! Извините, что это только в самом конце. Наконец-таки она перешла на ты. Когда она перешла на ты? Когда её реально задели. Всё. До этого всё было, Станислав, вы, вы. А сейчас, когда... Кстати, тут я не про то, что мораль, не мораль, у всех свои грани. Но для неё она знает, что это не то, или это нормально в её мире. Она понимает, что многие это предъявили. И свежи вот эти все разборки её курсов и так далее. И она сейчас всё на ты. Всё, они сравнялись. И вот теперь они перебивают друг друга. И всё, лезья чахла. Это, кстати, Стас до сих пор в своей вот этой позиции. И они начали общаться. На какой? Час пятьдесят девять. Ребята, мне надо было вот это вот всё слушать. Где-то ты выступил за деньги, то ты, получается, тем самым пиаришь этого человека. И я не вижу в этом проблемы. Я проблему вижу про мораль спрашиваю. Что значит пиаришь? Ты развлекаешь человека на частном мероприятии. Ты... Кто-то выступил под гитару. Не нравится Ксюше, что она чья-то развлекаловка. Ох, как она... Кто-то вёл мероприятие, давал гостям слово. Ну, это, Стас, получилось. Надавил на ту самую тему с Блиновской. Видите как? А я на него сначала наехала. Надеюсь, вы теперь верите, что я смотрю это всё первый раз. Ну, да. Всё равно я считаю, что он мог бы сказать у всех свои грани. Вот, например, у кого-то. И вот так вот вывести. Хотя вы скажете, ну, это в его стиле. Окей. Но, Ксюш, что, сдержаться не вариант было. Ну, можно было опять сказать в эту же фразу, что, ну, да, я... Мы сейчас у тебя берём интервью. Стас, не у меня. Позови меня. Мы будем с тобой обсуждать. Как вы относитесь, кстати, к инфо-цыганам? Уводи в другую тему. Всё. Уже тыкать начала. И, кстати, это... Я призывала сделать это с самого начала. Это интервью стало интересным только на вторую... На второй час. Развлекаешь людей на мероприятиях. Это твоя работа. Ну, как бы она заканчивается, потом у тебя начнётся другая работа. То есть... Ты же не выступил, не знаю, на форуме «Единой России». Ксюш, напомни, пожалуйста, кто хуесосил этого гуфа с Тимоти за клип про Москву. В пятом поколении коренной москвич. Не хожу на митинги и не втираю дичь. Помню этот город 15 лет назад. Отвечаю ЦАО, сейчас мировой стандарт. Квинтэссенция интеллигентов и джамшутов. Здесь коммерсы выходят в окна, а без парашюта. Пешком с Арбаты до площади Гагарина. Там хлоп на бургер со здоровьем. Ребят, а можно было целиком это дерьмо не включать, а? Клип про Москву. Публичная вещь, которая... А ролики публичный доступ выложены с этого мероприятия. Ваш совместный фото. Это не то же. Это другое. Подожди, подожди. Мы где-то там говорим, что там Лена Блиновская, наш гуру. Подписывайтесь на марафон желаний, и все у вас будет хорошо. Где-то есть такое видео, покажи мне его. Прям тебе лично отдам весь гонорар. Я понял. А Тимоти говорил, что Собянин... Да, он говорил, что Собянин, охуенная Москва. В этом клипе. Да, в этом клипе, не поверьши, он говорил, что Собянин, Москва. И как бы это было... Не, он говорил, что Собянин, Москва. Вот посмотрите, его мимика. Я не физиогномист, но здесь не надо быть физиогномистом. Все, у него уже... Ну, он уже устал. Надо выдержку иметь сильную. Конечно, я его... Единственное, я вот вижу, как у него там язык поставлен, да? То есть здесь ничего не скажешь. И все-таки вот так вот в лайфе выступать. Это хорошие мозги должны быть, очень хорошие. Вот что-то тут есть, Собчак. Видите, как она его вывела. Он уже как... Он говорил, собственно говоря, голосуйте за Собянина. Нет, ну что, Собянин Москву отстроил. Я где-то говорила, что Блиновская охуенно крутая марафанистка. Ты говорила, что Блиновская охуенно, что ты ее восхищаешься. Где, пожалуйста, где? Я говорила, что Блиновская охуенно, и они говорили. Ну, типа, уважение выражала. Нет, секунду. Давай так, я вообще не понимаю, о чем мы говорим. Мы вели мероприятие коммерческое. Мы говорим о том, что это мораль. Коммерческое у человека проводили... Скажите, она в этом амплуа интересней смотрится. Вот вот этот вот спор. Вот сюда надо было сразу. Ее личное день рождения. Тимати сделал коммерческий клип. А может быть, он даже еще и поддерживает Собянина. Мы ничего не выкладываем. А он не призывал голосовать. Ну, сняли нас на сцене. А может, как Тимати сам клип не снимал? Бл***ь, губ залил такой, б***ь, пароль. Еще раз, ну ты правда сейчас не видишь разницы между... Я не вижу разницы, я принципиально вообще разница не вижу. Снять клип на какую-то тему, выложить в интернет на всеобщее обозрение и выступить на частном мероприятии, куда тебя пригласили, провести его? Ты не видишь разницы? Вообще принципиально никакой. Ты берешь тем более деньги с обманутых людей. Опять же, я не осуждаю за это. Я просто беру... Кстати, да, получается, что людей обманули. Она же с этих денег заплатила. И вот, ну, то есть, я не говорю, что это мораль, не мораль. Но можно притащить? Можно. В Которе Веленовский марафон еще, скажи, работают и желания исполняются. Она там обещает эти построить, что если вы придете к ней на марафон, у вас могут даже там парки построить около дома и прочее. Я про парки не знаю. На момент, когда мы ввели у нее мероприятие, Елена Блиновская честно зарабатывала свои деньги марафонами с желанием с шариками в небо. Ничего опасного для здоровья. Она не рекламировала никакой рак, она не лечила. Я не вижу ничего аморального. Кстати, а экстрасенсы тоже, ну, они не обещают, что это не горит, получится или... Ну, кстати, а если я в желании такое желание пишу? Говорят, шарики в небо куда выпустить. За это надо обязательно заплатить шарики, просто так без нее выпустить нельзя. Это ее дело наш. Ну, как бы человек, может, всю жизнь копил, чтобы мы с Ургантом у нее выступили. Ее право. Ну, как бы человек развлекается, как он хочет. Ну, окей, ладно. У Гитлера бы выступила, кстати. Ну, не призываю голосовать там. Пошел сравнительно, Куку, что? Ну и прочее. Не, он просто выступил бы. А я правильно понимаю, что ты Лену Блиновскую сравниваешь с Гитлером? Нет, ну ты говоришь, нет никакой разницы. Я не сравниваю Лену Блиновскую. Ой, у вас на Славио Флайф. Сравнивать вообще всех. А у вас тут одно опасное марксистское говно. Нет, вы мне скажите, у Гитлера выступили бы или нет, а то вы виляете от ответа. Он же, ну, не призывая голосовать, и даже еще бы ролик не выпустили потом. Выступили или нет? Я правильно понимаю, что Гитлер и Лена Блиновская – это люди одного порядка? Нет, это не люди одного порядка. Но вы сказали, это просто коммерческое сотрудничество. В этом нет ничего такого. А зачем, смотрите, зачем ты приводишь пример крайности? А есть ли вот Гитлер? А зачем? Потому что это уход от вопроса или же призыв к простому заключению. Это делаешь, и ты, Ксюша, это делают все, и вы, и я. Мы все это делаем, если уходим уже, вот знаете, в тотальную ссору. Давай у Гиммлера лучше поразмышляем. Вот у Гиммлера. Выступила бы? Нет. Почему? А у Гитлера, да, такая, блядь, Гиммлер, лох какой-то. Я только у лучших выступаю. Вот Блиновская, Гитлер. То есть ты их приравниваешь? Просто мне кажется, это такие рассуждения. Нет, это совершенно нормальное рассуждение. Ты говоришь, ничего такого, просто, ну вот окей, выступи, блядь, у Гитлера, окей. Пошла бы в кандидаты президентом подставным с Путиным? А, блядь, ладно. Вы работаете на канале Соловьев Лайвич. Да, и сейчас даю интервью Ксении Собчак. Где Владимир Соловьев. Где Ксения Собчак. Все время шутит чудовищные, невменяемые шутки про Гитлера. Ведет себя, ну реально. А вы бы оценили больше про детей, маленьких ублюдков? Реально как человек, которого вот просто должны на скорой увезти прямо из студии. Из-за которого люди, в том числе, идут добровольцами на войну, в том числе умирают. Это уже как бы не шутки. Ну то есть человек занимает выдащили ад. То есть в Блиновской курсе никто не идет и никто не... Поддерживает войну, при том, что, как я понимаю, ты ее не поддерживаешь. Посылает людей на эту войну, призывает записываться добровольцем и прочие-прочие вещи. Ксюшка, кого работает на платформе, в которой призывают сжигать военкомат? Я просто показываю, что это, блядь, настолько абсурдный тезис. Мне-то, как Орек, кто что делает? Я за себя отвечаю. Он пытается вывести так же вот этими тупыми, как она называет, отбросами, а вот ты чего, а вот ты чего, показать ее неподготовку. Сейчас дослушаем, и я скажу свое мнение, а потом, пожалуйста, напишите, что вы думаете. Ну давай обсуждать. Кто там что, блядь, делает? Ну что теперь мне еще никуда не ходить? Блядь, коммунисты и, блядь, призывают сжигать военкомат. Ну, то есть у вас нет ощущения, что вы соучастник присутствующих. Да я, блядь, даже не смотрю. Смотрите, она опять вернулась на вы. Все, уже так интересно. Видите, тяжело сдерживаться. Национальный интервью в этот момент сейчас Блиновской. Ну, эфиров, точно, точно, прям вот сто процентов задело ее, ее прям задело это. Мне похуй, у меня есть мои идеи, которые я там доношу, у меня есть мои шутки, которые я шучу, мне сказали, можешь приходить. Нет, ну вы же сами спрашиваете, что вы там у Гитлера бы выступать не стали, а условно здесь, я так понимаю, это пространство все-таки, ну, вполне для вас, скажем так, ну, дружественное, да, то есть у вас нет ощущения, что вы участвуете в чем-то, что за гранью находится добра и зла. Во-первых, как бы это не я выступал на корпоративе у Блиновской, и ты бы, Ксюша, пошла. И на Первый канал, хотя он точно такой же пропагандой все эти годы занимался, и на Соловьев Лай бы сходил, если бы Рудольфович предложил интересные слова. До 24-го года, до 24-го, до 24-го, до 24-го войны, блядь, не было, не было войны, никто не воевал, ничего не было, это было нормально, хотя они все то же самое говорят, но после 24-го тебе, как и всем лидерам, мне не стало ни похуй, потому что, видите ли, ваши экономические интересы страдали. Скажите, я тут при чем сейчас? При том, что ты работала на федеральном телевидении, пока шла война на Донбассе, и тебе это не повлило. Вы же у меня в гостях, я же у вас вот просто задала вам вопрос. Так я говорю просто... То есть, что твой гость в такое скатился, в том числе и ты виноват, Ксюша. Видите, почему все вы переключаетесь на кого-то другого, на меня, на Дитлера, на Блиновской. Ты чувствуешь себя зашкварно из-за того, что работаешь на Соловьев Лайф? Я бы сказал, нет, мне нормально, мне похуй, где вещать, но ты же поставишь вопрос. Это, они разжигают, они там призывают убивать там и прочее. Так не согласитесь со мной, скажите. Я высказываю противоположную, менее людоедскую точку зрения на ресурсе, на котором принято обвинять либо одних, либо других. У них все так же, как и у тебя. Либо плохое, либо хорошее. А я, ну, отзываюсь с уважением к американцам. Потому что пропаганда, это когда вы либо сюда, либо сюда. В пропаганде нельзя серое показывать. Это не пропаганда уже тогда. Нужно вот так вот относиться, что люди не виноваты, государство. Объясняю, как работает капитализм, насколько я это понимаю. Я, по сути, на главном пропагандистском телеканале занимаюсь контрпропагандой. А зачем это там объясняет? Мне Навальный предложил на Навальный Live пойти. Э, я не могу шутить шутки про смерть Путина и чемоданчик, в котором он какает, как Антон Пикули. Нахуй я им тогда нужен. Потому что, если мне позволят заниматься тем, чем я занимаюсь на Навальный Live, мне похуй. Я на любую платформу пойду, блядь. Хоть на телеканал «Звезда», если они покажут мне, что у них много аудитории. Все, блядь. Хочется причастность. К чему это? К чему-то это сравнивает. Уже ли нет каких-то принципов у тебя, Стас? У меня дохуя принципов. Тебе столько не снилось. Ну, какие, например. Прекрасно. Раз. У вас есть важный принцип. Вы не пойдете к Блиновске. Куда еще не пойдете? Ну, я не пойду. Блядь, не знаю. Все места перечислить. Ну, не знаю. В Макдак чисто поссать, заходить зашкварно, когда ничего не купил, похавать. Окей. Так, есть еще какие-то важные принципы? Блядь, не знаю. Шурошит. Да ладно, серьезно. Нет, в принципе, вот эти два, правильно? Все остальное можно. Да, вообще больше, блядь, ни одного нахуй. В этой жизни у меня принципы нет. Блядь, все это за демагогия, блядь, и пиздец просто нет. Так, по-моему, демагогия? Чем больше слова, вот, блядь, происходит, да, тем больше мы видим, что... Да это вообще зачем вы выпустили? Это ерунда какая-то. Ну, блядь, ты просто пиздец. Блядь, какие? Ксюш, перечисли все свои принципы жизни. Слушайте, у меня сейчас реальное ощущение, что вот за эту часть эфира заплатила Лена Блиновская, потому что только в контрасте с Соловьевым можно заставить Ксению Собчак ее защищать. Она запустила шарик и пожелала просто... По сравнению с Соловьевым она святая женщина, дева Мария. Уж если сравнивать, да, ну, как бы это вообще странное сравнение, но это как бы вот кроме вас, Стас, вот за парадоксальность прям пятерка, потому что как вообще в голову приходят такие сравнения. Как вы думаете, вашему вот ребенку, например, не будет за вас стыд, но он же вырастет, он вырастет точно в другой эпохе. Мы не знаем какой, но биологически он будет жить в совершенно другом времени, где части людей, которые сегодня задают всему балл, их точно не будет. Мы это знаем на 100%. Есть такие мысли, на самом деле, и вот просто иногда я думаю, и ну типа вот лет через 20 я боюсь, что как-то моя дочь найдет видеокассету моего секса с Тимоти, блядь, что это было, пиздец. Да это вообще похуй, конечно, значит другие, да будут другие люди, другие времена, будет завтра путинская элита рулить полностью, да, все будут патриотами. Ксюш, ты же первый пойдешь к ним в очередь. Вот и все, блядь, какая разница-то, все всегда служат вообще всем, блядь, через 20, блядь, что там будет через тысячу лет, вот ты не думаешь, вот ты мусор сегодня выкинул на улицу, блядь, через тысячу лет, пиздец. Я живу моментом, то, что я считаю правильным, то я и делаю, все, похуй вообще. Я считаю это правильным, то, что я сейчас делаю. Так, смотрите, мы начинаем с чего? Начинаем с того, что приходят опоздавшие, нехорошие, матерящиеся, забывающие имена людей, с которыми он общается, Стас. И заканчивается интервью тем, что мы слышим, да мне, сами поняли как. У меня просто мама смотрит мои эти, как мне неловко, знаете, повторять. Я матерюсь, я матерюсь, я просто не матерюсь перед детьми и старшими людьми, а тут они есть. Вот, поэтому я, но здесь уже поматерились, вы меня поняли, да? Вот, и, то есть не подумайте, что я такая, типа, конечно матерюсь, куда я деваюсь, я же лингвист, я же должна экспрессию выражать. И смотрите, как получается, то есть она, мы как, давайте соберем, мы узнаем от Стаса, что интервью в апреле записано, неподготовленная Собчак, боже, какой ужас, как вообще можно быть таким журналистом? Что делает Собчак? Мастерство монтажа можно сделать так, что, мы же не знаем, как там все было на самом деле, там 100% было как-то вот под кронометраж нарушен, да? И что делается? Вначале показывается разъяренный, опоздавший этот Стас. В середине вода, 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 и я виню в этом и Стаса, и Ксюшу. Потом у него получилось ее разозлить, она переходит на ты, и уже сблизилась с ним, хотя сама сказала, что у нее это сближение, она сблизилась, потому что здесь это общая, вот эта тема морали у них. Вы представляете, как они, это, кстати, интересное умозаключение, что вот, наверное, в этом интервью самое важное, что люди наконец-таки сблизились на теме морали. Люди наконец-то поняли, что, как она вывела далее, а вот что мы покажем своим детям так, чтобы ребенку не было стыдно смотреть на папу. Я в одном поддержу Стаса, что время будет меняться, и мы все имеем право делать ошибки. Смысл был в этом вопросе про ребенка? У Ксюши был, потому что она мастерски сделала это окончанием, дабы показать вот в этом плохом быдло свете Стаса. Получилось, ну да, если смотреть, начало и конец, а, кстати, мы это и это только запоминаем, как я уже это говорила, подходит, хорошо идет. Справилась ли она с интервью? Нет. Но они очень похожи. Ребята похожи. Они оба показали гиперболу у Стаса, вот это вот гиперболизирован... Гиперболизирован, я уже заикаюсь. То есть быдло мальчик, который вещает правду, переборно, он переборно себя, он вел, такой, давай, он как только ногу свою не ставил, да, вот он показывал. Ну, видно же, когда он сидит, он сидит нормально, общается, отвечает, да, он черно-бело, но при этом нет так много мата, а он нарастает. И чем больше он злится, там просто через слово, это слово, да, как бы, ну, это междометие, оно вот идет, идет и идет. А если мы идем с вами к Ксюше, то Ксюша на протяжении всего времени хочет показать эстета, эстета сноба. Типа вот дурень 4, это, с горем пополам непонятного вуза на рынке торговал, ну что, давай, расскажи. И вот они пытаются, вот говоря, как бы на разных языках, и тут оно, вау, происходит чудо, они перешли на общую речь. Когда говорили о морали, о чем мы с вами можем понять, мораль беспокоит каждого, но у каждого своя мораль. Это была Сара, спасибо большое, если досмотрели это видео до конца, оно получилось большим. А мне приятно, что вы были со мной. Я очень жду ваши комментарии. Спасибо. Пока.